Доброе утро всем! Я сегодня красивая. Чего он стоит, не идет? Бинга-бам! Ну и со шваброй. Платье, надела сегодня платье. Думаю, ну и что? Накрасилась, как в старые добрые времена. Почему бы и нет? И швабру взяла. Да, мы со шваброй. Да, мы со мной будем. Едем на работку. У нас опять тепло и хорошо. Вообще-то, когда работаешь и чем-то занят, жизнь кажется по-другому. Бинга-бам! Там у меня клиентка сидит. Она в перчатках, маске. Я не надеваю перчатки, потому что я в воде постоянно. Постоянно, потому что у меня тут ведерко такое стоит со средствами разными. После каждого клиента я протираю место, где он сидит. И швабру принесла. Там у меня ведро с лихи, с хлоркой. В общем, да. Вот так вот и проводим день. Ну ничего, я уже, знаете, научилась красить с масками. Вот эти, кстати, штуки даже совсем не мешают. Стричь. Все замечательно. Так что все как обычно. Клиенты звонят. Уже у меня тут все расписано, переписано. Поэтому потом как-то будем в рутину, как говорится, вкладываться. Как-то их записывать, всех клиентов. Чтобы уже как бы... Потому что они же у меня все ходят всегда в одно и то же время. Каждую неделю. Вот. А так как им сейчас надо всем краситься, всем надо стричься. То есть, например, вот эта клиентка, которая сидит, она у меня постоянно ходит по пятницам. Но так как у нее уже волос отрос, там покрасила, постригла ее, то она сегодня пришла. Она говорит, я бы хотела еще в субботу прийти. Вот там у меня есть местечко, я ее на субботу запишу. Потому что потом ее просто надо будет уложить, а это уже дело быстрее. Так что две недели такие вот сумасшедшие, а потом нормально. Войдем в нашу рутину. Это мой зайчик. Кстати, пледик я тоже постирала. Моя лапа сладкая. Да. У меня тоже проходит химобработку. Да, с тобой разговариваю, с тобой разговариваю. За тебя уйти, послятки. Ой, бежит, бежит. Моя лапа сладкая. 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 я знаете по морскому запаху так что присоединяйтесь подписывайтесь кто не подписан а вот поработала хорошо но эти дни прям знаете душа радуется когда любимую работу делаешь так они у них любовь идет такая взаимная хорошо так на улице за фруктами нам сейчас пойду фруктовый магазин арбуза хочется уже дня 4 вчера муж был игру чит арбуз то не купил купил какой-то салат который у нас полный холодильник он говорит целый там весил килограмм 15 а он уже говорит не ведь захотел резать ну да 15 килограмм нам многовато фруктовый зашла арбузика купила смотрится какой огромный на огромнейший черешни купила не знаю вкусно не вкусно потом попробую полкило 690 стоит муж мало редиску сделала крошку на завтра пучок укропа вот за все это отдала около 12 евро но здесь хотя 4 евро это ну в общем как-то так смотрите какой большой пучок укропа и все хлеб еще тут купила там у кстати про робот мой купила я его в лидоле это копия робота этот только вспомнила помнил помнил все забыла нет не мулинекс в общем забыла что он делает он делает все он где он жарит парит варит режет одновременно сейчас вот я в нем рис варю потом буду хлеб месить мне сегодня надо хлеб испеть для тостов вот в общем он делает все варит жарит варит на пару делает для разные там десерты если вы хотите купить такой робот туда же не думайте покупайте он вообще без него как без рук это вот мне он стоил около 300 евро это в лидоле марка лидола вот здесь вот можно все все делать и и поджарить и всякие десерты супы пюре обычные супы супы и зажарки там делаю в нем в общем делает абсолютно все да сейчас я это все уложу и у нас сегодня будет рис сейчас поджарю мясо дрожжи надо наверное достать дрожжи или не надо так мясо сейчас пожарю сын это у меня тут вот такое лечо есть у меня присесть или блидали покупал мне очень нравится это лечо она прямо обалденная сейчас поджарю мясо добавлю туда лечо очень вкусно очень нравится и перемешаю и вот с рисом и пару яиц поджарю и вот так блин а я хлеб себе не купила а так он в лидоле продается надо завтра значит в лидоле наведываться но я купила цельно зерновых вот таких два батончика да жрать так охота если честно потому что время уже поздновато а я только приехала буду быстренько готовить подливка готова такая вкусняцкая салат тоже готова мужу так чесноком захотела я вот со всеми там делами рис тоже сварился варится но такой кошелочки можно сказать на пару там вода и вот он так варится потом просто достаешь и все и он готов чуть накупался смотрите накупался а у нас свет свалил то есть совсем свалил света нет куда-то делся обещал вернуться но вернется или нет не знаю а мне сразу приспичило и чай попить и тесто замесить выключить надо от комаров в общем да когда света нет сразу все хочется странно вообще как-то знаете у нас свет вообще очень редко включают отключили на всем на всей улице что-то нами сломалось цвета не было целых минут пять поэтому буду месить тесто и масло вот достала как пришла достала масло сливочное рецепт у меня есть на канале волшебное тесто для хлеба пирожков он действительно волшебный буду делать в двух порциях потому что муж меня его съедает буквально за два дня вот одну пропорцию до что он обалденно вкусный на тосты и на все дела так а где и буду делать двойную порцию что прям две сделать холодильник спрятать и все и пусть лежит двойная порция это хорошо если бы у меня муки хватило а муки мне не хватает триста пятьдесят грамм так что что делаем идем в магазин блин ах как хочется жить 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 у меня тут рядышком есть супер соль туда схожу блин почему-то думала было пакет муки оказалось что нет боли зараза два раза лазу 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 а нет муки совсем нет муки приехала быстренько пришла приехала вы знаете я бы не делал не пошла мне за какой мукой но я опары уже сделала на две порции смотрите как она у меня зашла поэтому нужно не выбрасывать же мне ее поэтому пришлось идти за мукой сейчас замешу быстренько на улице так тепло и жарко что тесто просто вот я тут кофе себе наводила смотрите он уже в два раза вздулась в два раза пипец как быстро жара 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 нет такой песни придумаем мои хлебушки готовы сейчас отправятся в духовку вообще тесто шикарное эластичное такое не прилипает к рукам вообще пышная вкуснятина я сегодня на пляж еду не по полям а на пляж парке никого вообще знаете уже все стихло все утихло нет такого столпотворения нормально так и и знаете что я думаю как бы я не замерзла то как-то прям ветерок свеженький такой нет здесь нормально ходить а вот у моря как бы я не задр и не задр и не задр и не удрыхлась там в общем не замерз смотри сколько голубей иди воняй иди скорей мира мира полома не какие чарли 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 а и собаки побежал бэнь мира мира полома надо собаки побежал собака ему важнее чем таксеныш там чем голуби не хочет гонять в общем сейчас с вами море увидим море ах море понюхаем кстати у нас если на машине или на автобусе то нельзя на пляж ехать только пешкарусом вот на пешкарусе я и пойду а на автобусе или на машине нельзя ну типа не каждый же пойдет туда пешкарусом правильно легче сесть на машину и там пробок прогуляться на набережной нас до пляжа где-то полтора километра два километра может быть вот так ну а дом у меня все едва с половиной ну и ну и и и и и и Благополучно дошла до пляжа. Не знаю, говорят, что типа сидеть, загорать нельзя. Люди все вон сидят. Отдыхают, наверное, от прогулки. Сейчас немного похожу и назад пойду. А что тут делать-то? Не пахнет морем. Пару фоток в инстаграм сделаю. Ну а как без этого? Торис сниму. Кто не подписан, ссылочка внизу. Я там появляюсь каждый день в инстаграме. Чего ты боишься? Чего там? Чего там? Неси, прорвемся. Ну что? Вот оно какое наше лето. Слышите, как шумит? Море волнуется. Раз. И луна офигенная. Все сидят, вдыхают аромат моря. Боже, как я по нему соскучилась. Скоро, совсем скоро будем загорать. И купаться. Для меня все равно это время еще холодно. Поэтому мне как бы карантин, не карантин. Я бы все равно на море не ездила, не загорать, ничего. Потому что с моря все равно дует такой прохладный ветер. Я загорать где-то в конце июня начинаю. Поэтому мне как бы без разницы. Так вот ходить, гулять, вдыхать аромат, да. А загорать и купаться. Да вода еще ледяная. Вы что? Все? Пошли домой, понюхали? Хватит, да. Vamos a la playa. Штормик был, видно. Видите, полоска, куда море заходило. Так ничего, чисто тут. Убираются, видимо. Чарли, блин, не скачи на меня. Весь песок на меня сыпется. Терпеть ненавижу песок, если честно. Я люблю гальку. Гальку люблю на пляже, а не песок. Кстати, что тут подумала-то? Вы пишите в комментариях, куда мне завтра идти. В поля или на пляж? Вот как скажете, так и будет. Вот комментарии буду ваши читать. и подчиняться. Где вам больше нравится? Пляж или поля? Морюшко? Или цветочки? А мне без разницы, куда идти. Кстати, не холодно, нормально, тепло. Ветра вообще нету. У вас бывает такое, вот знаете, какой-то момент нужно прям вот снять, прям вот все, момент нужно снять, звук какой-то, да, вот прям он сейчас, секунда, и он уйдет. И ты быстро включаешь камеру, пытаешься быстро заснять этот момент, этот звук, и тут тебе кто-то присылает смс. И вместо этого звука, вместо этого момента бы у тебя звучит мелодия твоей смс-ки. Ну блин! Сейчас захотела заснять, как квакают лягушки, прям так вообще квакают, вообще, я только достала камеру, прям начала снимать, и у меня одна за другой смс-ки. Пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи. Твою дивизию. Как прекратились эти пи-пи-пи-пи, лягушки тоже перестали квакать. Бывало ли у вас такое? У меня очень часто, прям пытаешься, или знаете, сидит какая-нибудь птичка, такая сидит, сидит, ты такая достаешь телефон, блин, она такая красивая, она вся сидит, там типа спит, ты достаешь телефон, так тихо-тихо направляешь на нее, начинаешь снимать, и она бац и улетает. Облом. Ведь бывает же, правда? И так потом обидно, думаешь, блин, ты так старалась, так это потом тебе пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Чарли уже нагулялся, он упорно идет домой, вот так впереди меня, и сказал, все, хватит гулять, пошли нафиг отдыхать. Да, Чарли? Чарли? Он даже на нас смотреть не хочет. Не чекетина? Чекетина? Нет, не хочет. Мы же пришли почти домой. Такая влажность стильная, вообще прям вот, все волосы прилипли, лицо, смотрите, как блестит. Я буду с вами прощаться, потому что время уже почти 10, сейчас приду быстро в душ и смотреть последний герой. Вот, встретимся с вами завтра. Пишите в комментариях, куда хотите прогуляться, на пляже или в поля. И завтра с вами увидимся где-нибудь. Ну, сначала на работе, потом морюшку, все по сценарию. Всем пока-пока. Руки не буду целовать, их мыть надо сначала. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...